это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня готовьте чемоданы повел молков на правительстве анонсировал изменения для управляющих компаний спасатели в рейтинге комсомольская правда рязань огласила список лучших компаний по взаимодействию со сми ветер крещения этой ночью рязанцы окунались в купели в рязани создадут рейтинг управляющих компаний слишком много нареканий к нему жители города этой зимой об этом на правительстве заявил губернатор павел молков и самым нерадивым посоветовал самим уйти с рынка о чем еще говорили на правительстве расскажем далее первое в этом году заседание правительства павел молков начал с коммуналки слишком уж много январских аварий случилось в области это при том что в прошлом году на ремонт теплосетей из регионального бюджета направили 200 миллионов рублей еще 80 ушли в районы в качестве бюджетных кредитов на ремонт котельных и правку теплотрасс все плановые подготовительные мероприятия были проведены в полном объеме и все равно это понятно капля в море сети серьезно изношены аварийные ситуации происходят и нужно добиваться снижения количества в том числе и за счет системной работы грамотного планирования полтора миллиарда рублей именно столько сегодня нужно по прикидкам минтека для ремонта 34 километров ветких теплосетей и водопроводов при наличии финансирования обещают приступить уже в этом году а вот что касается уборки улиц то здесь по словам губернатора ждать нечего прогноз погоды на ближайшие дни не очень снова будут дождь и гололед жалоб станет больше в разы впрочем и сейчас претензии к управляющим компаниям сотни жилинспекция работает адресно мы не предупреждаем о том что вы мы выйдем и отработаем тот или иной момент и в данном случае действительно применяем меры административного воздействия что мы еще пересмотрели в своей работе но во первых на личный прием у граждан когда они записываются мы в обязательном порядке стали приглашать руководители управляющих организаций руководители ресурсоснабжающих организаций чтобы проблема решалась вот тут сразу по существу чтобы житель не вынужден был еще оббивать пороги каких-либо организаций или структур госвласти вопиющих случаев бездействия управляющих компаний как заявил павел молков хватает везде кто не готов работать обязан уйти с рынка для понимания общей картины в рязанской области создадут специальный рейтинг управляющих компаний мы сейчас разрабатываем критерии рейтинга потому что дома разные есть новый дом в котором ничего делать не надо и в целом граждане довольны есть большое количество там износа изношенного жилого фонда даже там есть управляющие компании которые получают там совсем минимальную плату показывают хорошие результаты поэтому вот мы в течение там этой недели следующий разработаем рейтинг а потом начнем уже управляющей компании по этим группам рейтинговать рассматривая обращение граждан павел молков акцентировал внимание на городских дорогах и на куйбышевском шоссе и на улице зубковой где ямы сегодня критичны причина дна постоянные температурные перепады куйбышевское шоссе регулярно мониторим из-за переходов через ноль разрушения асфальта есть ямы заделали в декабре 16 января литым асфальтом делали мониторинг продолжаем если яма будет аварийной безусловно заделываем первый тракторный проезд здесь ремонт картами ямочный ремонт там не поможет дорог действительно весь этот проезд в плохом состоянии идеи и признаем же жалоб жителей много документация составлена как только минтранс объявляет отбор мы с министром проговорили необходимость ямочного ремонта подаем на конкурсный отбор освещение в рязани еще одна ключевая тема но здесь нареканий минимум по словам павла молкова в целом город стал светлее и в этом году эту работу нужно будет окончательно завершить на улицах рязани появились 10 новеньких белорусских троллейбусов масс с автономным ходом который позволяет продлить бесконтактный ход до 20 километров новые троллейбусы оборудованной системой климат-контроля электронными маршрутоуказателями современными автоматическими звуковыми информаторами камерами видеофиксации и автоматическими счетчиками пассажиропотока валерий седов все осмотрел каждое утро лариса семенова спешит к своему ненаглядному семену семеновичу хоть женщинам и не грешно опоздать на свидание лариса приходит вовремя а верный спутник терпеливо дожидается ее на стоянке и пусть знакомы они совсем недавно всего три дня отношения у них уже крепкие ну тут все кардинально новое все тут все очень удобно ни тумблеров тебе нет ничего все цензорное такое все очень красиво семен семенович это новый белорусский масс 203 т-70 в рязань поступило 10 таких машин один троллейбус стоит в районе 20 миллионов рублей вместо привычных тумблеров у водителя словно приборная панель самолета а еще есть сиденья с подогревом да и в салоне установлен не только кондиционер салон троллейбуса оборудован несколькими видеокамерами через них видно практически все сидящие места здесь нет слепых зон при том как внутри так и снаружи в новый троллейбус в час пик может зайти до 97 человек мест для сидений втрое меньше 31 плюс площадка как для инвалидной так и для детской колясок новый троллейбус уже по достоинству оценили пассажиры нашли как плюсы так и минусы единственное что меняется минус высокие очень подъемы вот из-за этого так удобно заходить если подъезжает к бордюру из-за этого от водителя зависит а вот так вот высоковато лучше новое все красивое удобно покупательные кнопки для зарядки появились обучение на новом троллейбусе длилось недолго всего три дня лариса рассказала что когда впервые выехала на линию то все же немного волновалась а теперь уже чувствует себя довольно уверенно все таки 20 лет водительского стажа к нововведению говорит привыкла быстро самое необычное в белорусских троллейбусах это то что токоприемники или по-народному рога опускаются сами механический звук работы токоприемников подставлен на монтаже на самом деле процесс этот бесшумный и занимает меньше минуты вот так троллейбус может проехать до 20 километров и часть местных жителей уже успела оценить такое чудо техники в соцсетях появилось несколько роликов как троллейбус ездит с опущенными рогами в перспективе говорят так и будет мол часть троллейбусных маршрутов продлят чтобы ездили они и там где нет контактной сети опускаются токоприемники за минуту нажатием одной кнопки поднимаются тоже быстро но уже вручную троллейбус на котором лариса семенова работала раньше она называла варягом техника была не новая но ремонтировалась все же редко ездила лариса аккуратно а вот новый ее приятель с уважительным именем семен семенович в ремонтное депо надо думать заезжать вовсе не планирует по крайней мере в ближайшее время опыт общения со строптивыми напарниками у водителя приличный валерий седов михаил лазут кин телекомпания город журналисты газеты комсомольская правда рязани обнародовали рейтинг взаимодействия со сми для государственных и коммерческих организаций за прошлый год любопытно что политические партии в нем оказались лишь в третьем десятке а на вершину взошли новые персонажи рейтинг работы пресс-служб с региональными сми от комсомолки своеобразный социальный срез который к тому же можно проследить в динамике опрос журналисты ведут уже пятый год кто прибавил а кто перестал привлекать к своей работе внимание можно определить сравнительным анализом среди государственных и общественных организаций произошла смена лидера безусловный победитель прошлых лет следственный комитет уступил первую строчку пресс-службе мчс если вспомнить какие происшествия происходили в рязани этим летом например масштабные пожары то победа спасателей вполне объяснима пусть она и определяется событийностью событийность в первую очередь приводит к тому что выше становится активность взаимодействие со сми то есть если например в прошлом году это организация работал там 60 процентами сми то есть это 60 процентов респондентов которые были в состоянии ответить на вопрос как как они как строилась их работа вот то в этом году например это может увеличиться до 75 процентов это означает большее количество сме интересовались теми проблемами которые были завязаны на этом конкретной организации вот или предприятия но это не все это не все помимо того что это взаимодействие участилась нужно чтобы еще журналисты были удовлетворены этим взаимодействием и вот видно что в данном случае пресс-служба мчс подошла к этому вызову к информационной повестке она подошла в очень хорошей форме среди коммерческих организаций победа у нефтеперерабатывающего завода к этой компании журналистов нет претензий никогда превосходную работу а именно так записано в дипломе показала и группа компании автоимпорт этот успех в самой организации считают вполне объективным группа компания автоимпорт это компания которая поддерживает в социальном плане многие начинания в городе конкретно мы очень серьезно поддерживаем на самом деле спорт начиная от своих сотрудников и заканчивая различными социальными спортивными проектами города и области то что касается пиара то что касается известности компании формирование общественного мнения по отношению к себе устойчивого положительного это неотъемлемая часть и коммерческой составляющей в том числе это конечно же как бы не реклама и достаточно трудно посчитать отдачу но я думаю что почти каждый житель города знает кто такая группа компания автоимпорт лучшую динамику работы со сми показала пресс-служба рязанской администрации событий в общественной жизни города в 2022-м было действительно много мэрия отработала их максимально возможным образом как кстати пресс-служба рязанской городской думы у нее в рейтинге комсомолки самый стремительный прогресс крещение господня один из главных христианских праздников по традиции в ночь с 18 на 19 января православные окунались в пророк в этот день верующие вспоминают о важном библейском событии крещение иоанном крестителем в реке иордан иисуса христа в рязани официальную иордань как обычно организовали на ореховом озере весь предыдущий день шла подготовка к ночным купаниям рабочие из дирекции благоустройства расчищали территорию вместе с сотрудниками мчс оборудовали сходник купели устанавливали парапеты дополнительные фонари и палатки с тепловыми пушками место купания оснастили сеном скамейками и биотуалетами еще ранее водолазы проверили дно водоема специалисты оценили качество воды крещенская служба на ореховом озере началась в 22.00 на первом месте у нас идея освещение творения мы вспоминаем крещение христова погружение христа воды святой реки и в знак этого погружения спасителя освещения вод мы погружаем крест крест образ креста господня воды иордании воды которую мы освещаем мы часто воспринимаем это как некое духовное торжество как знак обновления творения освещения творения власти города медицинские работники спасатели накануне напоминали что воздержаться от купаний стоит людям с хроническими и простудными заболеваниями беременным и кормящим женщинам людям старше 65 лет и маленьким детям однако как мы видим экстремалов много в разных возрастных категориях на водных объектах в местах проведения крещенских мероприятий в ночь дежурили сотрудники мчс врачи и сотрудники полиции и это еще одна веская причина выбирать оборудованное место для погружения в иных местах купания небезопасны стоит отметить что традиции совершать крещенские купания не предписывается церковным уставом надо начинать с того что слово крещение в изначальном своем переводе буквально если переводить на русский то будет погружение каждый год стараются люди приходите погружаться в воды и вставать обновленными это благочестивая традиция она не связана с прощением грехов она не связана с каким-то духовным изменением жизни но в плане и культурологической и нашей народной традиции это укоренившийся элемент считается что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной и если набрать воды из речки или запастись освещенной в церкви водой то она сохранит свои свойства весь год с праздником связано понятие крещенские морозы они всегда отличались особой силой зато после этого дня погода начинала меняться сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых впрочем урожай предвещали и туман и снег хлопьями в этом году температура воздуха в крещенскую ночь не опустилась ниже нуля осадков тоже не было зато сильный порывистый ветер явно проверял верующих на прочность и силу духа на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго а